Сегодня в Балакове на базе губернаторского автомобильно-электромеханического техникума состоялся финал 8-го национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Россия по компетенции спасатели. Соревнования проходили в необычном формате. Каждая команда проходила испытания на своей площадке, а эксперты наблюдали за правильностью действий участников по видеосвязи. При подготовке было допустлено только 13 команд со всей России. Остальные команды или не было, скорее всего, не были готовы по снятым. Есть очень строгий подход. Дело в том, что все оборудование должно быть у всех одинаковое. Если мы говорим, что надо ДТП рассматривать, так это Волга, и у всех стоит Волга. Гидравлическое оборудование, снаряжение, все должно соответствовать одной фирме. Полгода без тренировок. Пандемия, можно сказать, расслабила ребят. О том, что команда ГМТ будет участвовать в национальном финале, будущие спасатели узнали неделю назад. За несколько дней им пришлось настроиться на борьбу, а также в ускоренном темпе вспомнить, как выполняются упражнения. Даже если мы не займем признового места, я рад тому, что ребята настрой держат хороший, готовы к победе. Потушить возгорание, спасти пострадавшего в ходе ДТП, оказать медицинскую помощь, развернуть пожарные рукава, проложить веревочную трассу и преодолеть импровизированные завалы. С такими заданиями пришлось справляться будущим спасателям. И хотя ребята из команды пока студенты, уровень сложности был серьезным. И только слаженность действий, отточенная годами тренировок, помогала преодолеть трудности. Соревнования масштабные, очень все серьезно. Как мы заметили, этапы были по сложности довольно-таки серьезные. И выполнение их, ну, приравнивается к профессиональным. Команда справилась неплохо, на мой взгляд. Довольно-таки все прошло слаженно. Но все же некоторые нюансы у нас произошли вот на этапах. Но это уже мелочи остается. Задания действительно очень сложные. Они изначально разрабатываются таким образом, чтобы профессионалу было крайне тяжело выполнить его полностью. Поэтому наши студенты, когда меры своих подготовленностей, возможностей сил, старались выполнить эти же упражнения, которые, на самом деле, действительно очень сложные. Соревнования проходили одновременно в нескольких регионах. Поэтому погодные условия у команды были разные. К примеру, в северных городах было очень холодно и даже шел снег. А у нас был ливень. Но настоящий спасатель не смотрит на погоду, когда на кону жизнь людей. Дождь, это, конечно, я понимаю, приближено к настоящим реальным событиям. Но было очень тяжело в первую очередь из-за погоды. Веревки, дистанции, все было грязно. Но не очень приятно. Мы готовились в сухих условиях, поэтому, может быть, из-за этого не смогли свой самый лучший результат показать. Команда губернаторского техникума – не единственный представитель Саратовской области на этих соревнованиях. Завтра будут выступать ребята из Саратова. Юниорская команда школы номер 77, которая показывает очень достойные результаты, несмотря на то, что для каждого участника этой юниорской сборной спасательной работы пока просто увлечение. Это команда туристов, которые спас работу и видят не так часто. По максимуму старались, готовились. Сейчас в команде у нас 4 девочки и 1 мальчик. Будет физически трудно, но какие варианты? Все сделаем. Нам повезло в том, что юниоры все-таки детки помладше, и у них более легкие задания облегченные. Они не будут работать с гидравликой на машине, они будут применять ручные средства, ломы, топоры и прочее. У них меньше этапов и чуть больше времени на некоторые этапы. Финал 8-го национального чемпионата молодые профессионалы завершится 21 сентября. И по итогам будет сформирована национальная сборная по всем компетенциям.